Продолжим. Объем внешних инвестиций в экономику Западно-Казахстанской области составил 133 миллиарда тенге. Это на 58% больше по сравнению с прошлым годом. Треть местного бюджета сформировали налоговые поступления от бизнеса. В регионе с начала года создано почти 9 тысяч рабочих мест, в том числе и на стройплощадках программы Нурлыжоу. Мебельный бизнес Михаила Пшеничного – один из ровесников независимости. 25 лет назад предприниматель начинал с маленького магазина по продаже холодильников. Мы возили холодильники, Сорское продавали, диваны брали с России. Оборот был, конечно, маленький. В компании работало всего там 6 человек. Первую машину грузовую мы купили бэушную, сами ее восстановили и стали потихонечку производить мебель. Начинали с производства 10 единиц в месяц, потом стали 20 единиц, 30. Своего даже столярного цеха не было, столярку заказывали. Сегодня у компании своя сеть магазинов, склады и автопарк. За счет собственной логистики мебель намного дешевле импортных аналогов. Новейшие технологии и оборудование гарантируют качество. По дорожной карте бизнеса построена одна из самых мощных в стране мебельных фабрик площадью с 10 тысяч квадратных метров. Работает в компании уже более тысячи человек. Швей нам нужны, швей мы приглашаем, дизайнеры, художники, всех приглашаем. У кого есть желание работать, мы расширяемся, мы еще берем. Мы будем вторую очередь фабрики строить, еще 10 тысяч квадратных метров будем строить. Преуспели западноказахстанцы не только в бизнесе. Рекордный в 50 центнеров с гектара собрали в этом году аграрий урожай озимых. Самый большой за последние 10 лет объем достигнут и в жилищном строительстве. В областном центре строится 20 многоэтажек, а до конца года на Василии справят 5000 уральских семей. В Западно-Казахстанской области в этом году из всех источников финансирования выделено 7 миллиардов 900 миллионов тенге. Из них среди 2 нас фонда составляют 3 миллиарда 173 миллиона. Это на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 1 миллиард 642 миллиона тенге. Это на строительство 4 многоквартирных живых домов. Если в том году мы 46 тысяч квадратных метров железда даем, то в этом году более 88 тысяч. Ачерос в два раза. Теперь самое время внедрять смарт-проекты с перспективой создания специализированного управления городом, отмечают эксперты. Умные технологии будут работать на улучшение экономики, экологии и в целом качества жизни горожан. Мы бы хотели участвовать в этой программе. Само собой не только по такой типичной чешской специализации ЖКХ, перестройки, модернизации, но хотели бы участвовать в проектах, программах, которые касаются безопасности города, безопасности гражданинов. Если мы говорим про умную окружающую среду, то это, например, сортировка мусора, управление правильным твердобытовыми отходами. Вот сейчас у нас есть инвестиционная компания из Финляндии, которая готова поставить энергоэффективные технологии по переработке мусора и в дальнейшем выработку биогаза. Это тоже один из элементов умного города. Это перспективы дальнейшего развития города. Областной центр продолжает расти, а горожане радуются новинкам. Недавно в Уральске появились цветочные и зонтичные аллеи, скульптуры, фонтаны и новая площадь. Бутагоз Базарбаева, Руслан Газизов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.